Памятные знаки Ленинградской области в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручили блокадникам, проживающим в Выборге. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры. Со словами благодарности и признательности к ветеранам обратились руководители местной власти. Для всех вас каждый день в блокадном Ленинграде, а их было 900, был днём героизма, мужества и отваги. Мы никогда не забудем всех тех, кто покоится на блокадных кладбищах, на Пискарёвском кладбище. Вечная им память. А вам, ныне живущим, хочу пожелать, конечно же, долголетия, здоровья и теплоты, теплоты общения с родными и близкими. С пожеланиями здоровья и стойкости духа к ленинградцам обратилась председатель общественной организации жителей блокадного Ленинграда Людмила Титова. Ветераны обеспокоены политической ситуацией в мире. Мы с вами так радовались и знали, что фашизм разбит, и мы будем жить свободно и спокойно. Но на сегодняшний день мы видим, что снова поднимает голову фашизм. Но Россия никогда не сдавалась и не сдастся. Памятные знаки получили супруги Паращенко. Алиса Дмитриевна и Виктор Григорьевич, будучи детьми, познали и голод, и холод, и потерю близких. Мне 6 лет было, брату 13. Он бегал по загородным дачам, там все как бы травы достать, лягушек достал один раз. И он простудился, заболел. И перед 42-м годом он умер. Бабушка тоже умерла от голодовки. В 42-м феврале папу в армию взяли. Он был опухший, больной, голодный. Я не знаю, как он дошел до военкомата. Но потом мы получили извещение, что в 42-м феврале он и погиб. Какой он вояка. Мы с мамой остались вдвоем. Мы с родителями и на крышах дежурили, зажигалки скидывали, и в парадных дежурили, чтобы никто чужой не прошел. Виктор Григорьевич уже в зрелом возрасте начал писать стихи. Пережитые события оставили неизгладимый след в его душе. И под взрывом бомб и снарядов, не имея ни крошки к обеду, Старики, подростки и женщины у станков приближали победу. И ждивенства давали немного. Вспоминаю опять и опять. Этот крохотный хлебокусочек, те блокадные 125. Люди сохли от голода, падали. И подняться уж не было сил, но пощаду злобного ворога никогда и никто не просил. В ту холодную лютую зиму, в 41-й голодный год, погибли только от голода, примерно 1700. Отшумела война, отгремела. Никогда не забудем о ней. Это страшное слово блокада, 900 героических дней. И положив кусочек хлеба, сколько людей на могилах рыдало. Мама, я тебе возвращаю то, что это от себя отрывало. Мероприятие продолжилось концертной программой, которую подготовили для ветеранов творческие коллективы. И вновь звучали теплые слова. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые ветераны, за активную жизненную позицию. За то, что вы помогаете и отстаиваете ту суровую правду о всей Великой Отечественной войне и об обороне Ленинграда. Обращение к жителям блокадного Ленинграда, проживающим в нашем районе, передал глава региона Александр Дрозденко.